Музыка Прошло больше 16 тысяч лет с того момента, как человек впервые приручил животное. В каменном веке это было необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность и пропитание. Сейчас, когда такой острой необходимости в этом нет, люди по-прежнему хотят видеть рядом с собой домашних питомцев. Но зачастую далеко не все и не всегда осознают в полной степени ответственность за них. А ведь это и есть главный залог гармоничного существования человека и животного вместе. Приводя животное в дом, каждый из нас должен помнить о том, что прежде всего мы должны измениться сами. Только тогда мы сможем сделать нашего домашнего питомца, неважно, четвероногий он, пернатый или даже водоплавающий, своим настоящим другом. Как правильно выбрать питомца, как наладить с ним контакт, как привить ребенку ответственность за его животное, мы поговорим в сегодняшней нашей программе «Питомец в доме». Мы снимем печать и танец этого вопроса, и в этом нам помогут наши эксперты. Психолог Светлана Александровна Шевлякова. Представитель хорошо известной в Твери инициативной группы по защите животных Арина Смирнова. Но для начала я спрошу у наших сегодняшних гостей, хотелось бы такое небольшое голосование устроить. Поднимите руку те, у кого когда-либо был или есть домашний питомец. Ну что же, я думаю, всем будет интересна эта тема, которую мы сегодня обсуждаем. К сожалению, при выборе домашнего питомца многие руководствуются модными тенденциями. После выхода фильма «Лесси» все массово стали покупать колли. В 90-е на пике популярности были бультерьеры и стафарширы. Есть своя мода и у кошатников, есть еще и мода на экзотических животных. Многие даже крокодилов заводят. И сегодня в нашей программе принимает участие эксперт по домашним животным, человек, который имеет большой опыт в подборе питомцев, Валентина Карпицкая. Валентина, расскажите, что сегодня чаще всего выбирают тверичане? Каких животных? Животных выбирают самых разнообразных. Малышам, это как правило, но если не брать во внимание кошечек и собачек, то это хомяки, попугайчики. Одно время были популярны крысы даже. Вот сейчас почему-то... А что-то более экзотическое, например? Морские свинки, тритоны. Даже вот в нашем городе я знала такого любителя, у которого целых два крокодила содержалось. Да, одновременно. И кроме этого он держал также овчарку, игуану, это все в одной квартире, в двухкомнатной. И при этом у него была мама, папа, с ним жили жена и еще и двое детей. И вот все вот эти вот... Дружная семья. Да. А для чего же вообще люди заводят домашних животных? Этот вопрос вам, Светлана Александровна. Ну, самая главная причина, это, конечно, приобрести друга, любимца в семье, и о котором можно заботиться, и который будет любить тоже, и любить бескорыстно, без всяких условностей. Это, конечно, основная причина всех, кто стремится завести домашнего питомца. Но есть еще и другие причины. Во-первых, есть причины, это самоутверждение, вот как мы сегодня услышали, да, человек самоутверждался за счет приобретения таких животных, а хотя они не считаются домашними, они все-таки опасные хищники. Затем есть причины плана экономического, да, люди заводят животных, чтобы потом заниматься бизнесом и быть, продавать котят, собачек и так далее. Это тоже есть, этого не надо скрывать. И, конечно, есть мода, мода на то или иное животное, да, когда мы видим, что животное под мышкой, это все аксессуар. И это основные причины, но есть еще много мелких мотивов. Но еще раз подчеркиваю, что для любителей домашних животных основная причина – это любовь, забота, дружба. Любовь к животному должна быть ведущим мотивом, но все-таки, наверное, на деле оказывается, что по разным причинам люди заводят животных. И иногда это бывает просьба детей. И как в той песенке «У меня сестренки нет, у меня братишки нет, вот давайте заведем, я хочу маму собачку или кошечку». Арина, вот здесь стоит ли родителям как-то быть осторожными? Ну, безусловно, осторожными быть стоит, потому что каждый взрослый человек должен понимать, что ребенок в силу своего возраста еще не осознает в полной мере всю ответственность, которую нужно взять на себя, заводя животное, и все равно в первую очередь за животным ухаживать придется родителям. Поэтому родители должны в первую очередь свои силы соизмерить. Тогда возникает вопрос, если родители ответственны в полной мере за домашнего питомца, своего ребенка, как все-таки подходить к этому выбору? Ну, здесь уже стоит руководствоваться, наверное, в первую очередь, на мой взгляд, состоянием здоровья ребенка, потому что многие дети страдают от аллергий, и, соответственно, не стоит заводить в таком случае каких-то животных, которые могут послужить аллергенами, тех же кошек и собак, можно завести рыбку. Если рыбка – это неинтересно, для таких любителей существуют специальные породы кошек-собак, то есть лысые кошки, лысые собаки, ну, рептилии, на крайний случай, черепашку можно завести. У вас есть какие-то рекомендации? У меня есть дополнение тоже, я согласна с нашим экспертам, но я бы хотела уточнить с точки зрения науки и психологии, что, так как мы говорим, когда мы выбираем, подбираем для ребенка животное, ну, во-первых, нужно всегда интересоваться его выбором, что ему интересно в первую очередь. А во-вторых, нужно обратить внимание, сколько ребенку лет, потому что есть… Есть какие-то правила? Да, есть правила, есть возрастные ограничения при выборе домашних животных. Первое животное, которое должно быть приобретено для ребенка только в возрасте 5-6 лет, и то оно должно быть очень небольшим, это или морская свинка, или хомячок. Объясняю, почему. Потому что оно безобидное, оно не нанесет никакого вреда ребенку, оно очень легко в уходе, и оно еще очень мягенькое, его можно взять в руки, а это очень важно в эмоциональном плане для маленьких детей. 8-9 лет – это у нас попугайчики, это кролики, чуть побольше животное. То есть я хочу сказать, что принцип градации – это с возрастом увеличивается объем животного и его отношение к миру. То есть нужно обязательно обращать внимание, во-первых, агрессивно это животное или нет, не переносит ли это заболевание, какого может быть животное, какого-то заболевания. И хочу сказать, что самое крупное животное – кошки длинношерстные и собаки крупные – они могут рекомендовано покупать для детей 14-15 лет. Для взрослых практически. Да, объясняю, почему. Потому что эта градация зависит от того, насколько ребенок самостоятельно может ухаживать за животным. И сейчас мы говорили о комфорте ребенка. Ему должно быть комфортно с животным, которое для него выбрали. А как же быть тогда животным? Им ведь тоже должно быть комфортно. Что думаете, есть ли какие-то запреты, ограничения на этот счет? Нет, ну, безусловно, в первую очередь, прежде чем завести животное, нужно с ребенком обсудить этот вопрос в полной мере. Потому что, если, например, брать тех же самых собак маленьких пород, им может быть просто некомфортно с детьми, потому что они по природе своей достаточно пугливые, а так как мы знаем, дети шустрые, активные в основном, то... Ну вот и как быть, если все-таки выбирали питомца вместе, решали, но все-таки не ужились они с ребенком? Что делать тогда? Я думаю, что здесь нужно подумать и о ребенке, и о животном. Если ребенок категорически отвергает это животное, и животное приносит ему дискомфорт, а и животное страдает, то, я думаю, самый лучший способ – это найти для него хорошую семью, передать его в добрые руки. Другие добрые руки. Конечно, обязательно в добрые руки. Но если все хорошо, если всем все нравится, но у ребенка он еще не дорос, не понимает своей ответственности, можно ли ее как-то привить ему? Ну, конечно, можно. Во-первых, потому что все нужно делать вместе с ребенком. Дети очень быстро научаются, и у них такое познание мира – это подражание. И поэтому, когда родители будут показывать и регулярно это делать, и вместе с ним это делать, но при этом не ругая ребенка, не наказывая его животным, не говоря такое, что вот, если ты не будешь ухаживать за животным, мы его обязательно выбросим, да, или отдадим куда-то, или еще что-то. То есть очень комфортно, спокойно, терпеливо, методично приучая уход за животным. Ребенок приучится и будет это воспринимать как должное, для него это не будет какой-то нагрузкой очень сильной, или, допустим, это не будет его тяготить, я бы так сказал. Он будет это делать с удовольствием. Спасибо. Я вижу, возникли дополнения к словам наших экспертов. Пожалуйста. Вот у нашего эксперта прозвучало такое пожелание, что вначале ребенку нужно самое безобидное животное покупать, черепашку как раз, да, или рыбку. Так вот у меня как раз опыт, что к любому животному, к выбору любого животного нужно отнестись очень взвешенно. Во-первых, ребенку нужно объяснить, что домашний питомец – это не живая игрушка, что это живое существо, которое станет полноправным членом семьи. И что даже черепашка или хомячок, ему не будут нравиться, если его как игрушку будут мять, там давить, в кровать с собой тащить, за стол там вместе сажать, оно, естественно, может и укусить, и поцарапать, и все что угодно, нанести любую травму. Есть известный случай, я думаю, практически всем из вас, когда даже в клиниках, где лечат больных детей или больных взрослых, содержат животных, специальных кошек и собак, которые дают им вот эти положительные эмоции. Вот вы считаете, что это так, что это правильно? Есть ли действительно эффект какой-то прямо такой медицинский от взаимодействия с животным? Конечно. Во-первых, ребенок, он приучается к порядку. Во-вторых, он становится более отзывчивый, более добрый. Вообще мир вокруг нас становится добрее от общения с животными. А с рыбками, вот не подумав, тоже мы пролистали энциклопедию аквариумиста, и выбор наш упал на пиранью. К сожалению, в этой книжке, которая к нам попала в руки, не все были перечислены виды этих рыб. И откуда мы могли знать, что из маленькой рыбки, размера которой не превышали спичечный коробок, вырастет монстр, просто настоящий монстр. А давайте сейчас мы посмотрим, это на самом деле монстр или нет. У нас есть видеозапись с той самой рыбкой, насколько я понимаю. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Когда мы приобрели эту рыбку, она была с ладошку, то есть чуть больше спичечного коробка. То есть, если бы я знала, это называется пиранья паку. То есть те самые пиранья, которых все боятся, которые могут укусить? Естественно. Но, опять же, не то, что они такие агрессивные. Довести любого, доведенное, любое животное, доведенное до голода, набросится и то же самое, как и пиранья. То есть, может и покалечить, и оторвать кусок. Правда. Но, тем не менее, у нее есть большие зубы. А вы вот без опаски опускайте руку в аквариум. Мне лично было бы страшно. Как вот у вас? И она, в принципе, я смотрю, тянется к руке тоже. Это сразу так случилось? Из всех членов семьи она выбрала меня. То есть, я ее и кормилица, и ухаживаю за аквариумом. Поэтому она вот как кошка ластится ко мне. Но дело в том, что если бы я знала, что не вырастаю до 40 сантиметров, то я очень хорошо бы подумала, прежде чем ее заводить. Но, тем не менее, вы все равно нашли общий язык. Смотрю, на мой взгляд, это удивительно. Да, домашняя любимица оказалась. Спасибо. Оказалось, пожалуйста. Алексей Лаврентьев, это студент ЭКЗСХ. У меня вопрос к эксперту. Вот в семье уже жила собака, и родился ребенок, да? И собака начинает проявлять агрессию к этому ребенку. Начинает ревновать родителей, ну, как она считает, тоже их родители. Начинает ревновать к ребенку. Что делать в этой ситуации? Ну, я могу сказать, что когда мы выбираем между ребенка и собакой, конечно, ребенок у нас стоит на первом месте, да? И здесь уже нужно думать о его безопасности. Поэтому, когда происходит это, чтобы избежать несчастного случая, нужно действительно собаку передать другие руки, или просто ее изолировать, или перевести ее на другой место. Возможно, на время, пока не выросли, у меня многие знакомые именно так и делали. Возможно, на время, потому что, когда стоит вопрос, еще раз повторяю, животное и человек, то человек, конечно, в преимуществе всегда, это безусловно. Спасибо, очень важный вопрос, спасибо. Ну что же, на примере нашей сегодняшней гости вполне можно убедиться, что доброта и умный подход к взаимодействию с животным может принести вот такие добрые плоды. Сегодня у нас в гостях люди, у которых есть колоссальный опыт общения с животными, большая дружная семья Марины и Алексея Веселовых. Встречайте! Расскажите для начала, сколько у вас питомцев домашних, я знаю, что их немало, и о тех, которых вы принесли сегодня с собой. Ну, если считать, то пальцев на руках не хватит, на руках. Так могу перечислить, в принципе. Это птицы, они разлучники, это попугаи, вот двое, у нас все по парам в основном. Вот, как ну и в ковчег. Вот, значит, амадины, это птички такие, вот, очень маленькие, они как канарейки, вот, смесь канарейки с какой-то другой птицей. Значит, вот, соответственно, ящерицы, тоже пара. Вот, ждем приплода скоро. Потом, значит, две шиншиллы, две дегу, это чилийские белки, вот. Одна из них уже скоро будет приплод, вот, ждем, она уже беременная, девочка у нас. Вот, ну, рыбок я не сочетаю, их много, вот, там аквариум очень большой у нас. А обычные кошки и собаки у вас есть? Кошка, собака, вот, нас охраняет, самый лучший друг семьи. Вот, кто у нас, а, забыли мы про мышек-песчанок, вот. Я уже сбила со счет, это точно. Веселые животные, да. И хомячки, да. А, у нас еще ежик есть, да. Как, скажите, как вам удается всем вместе уживаться в одном доме? Это классно, когда большая семья, все дружные. Знаете, когда большое количество животных разных, и дети все вместе, мы создаем большую ауру любви и добра. Получается, знаете, как-то, как дышать это. Само собой получается, мы даже объяснить не можем, как это все вот происходит. Когда меня спрашивают, как так получилось вот... А вы целенаправленно вообще заводили вот столько много животных? Мы, перед тем, как завести животное какое-то, вот, которое нам понравилось, мы услышали о нем, мы изучали о нем в интернете. Может ли, можно ли это животное вообще в квартире содержать? То есть, все-таки, вдумчиво выбирали только. Комфортно ли этому животному будет с детьми и детям с ним? Кто это, что это за существа, почему вы их выбрали? Ящерицы Эублефара называются. Вот. Ну, у нас было уже несколько животных, и однажды у знакомых мы услышали Эублефар. Название странное, непонятное было. Вот. Ну, и решили посмотреть в интернете. Вот эти ящерицы, они для воспитания... Ну, когда при воспитании детей, я еще раз говорю, что развиваешь в детях добро, вот. И вот такие животные... А вот мы говорили о хомячках сейчас, о милых, пушистеньких. Они совсем... Они же холодные, наверное, даже на ощупь. Да, да. Как вот дети с ними общаются? Когда они на ладошку... Садятся на ладошку, вот, они начинают греться о них. Вот. И знаете, такое приятное ощущение тактильное для детей. Ну, вот возникает вопрос в связи с этим. Ухаживать за всем вот этим большим животным семейством кто? Только вы сами или детей тоже к этому привыкли? Вместе. Все вместе. Получается так, что, допустим, если я где-то на работе, там дети помогают маме. Пусть Гриша расскажет, как ты ухаживаешь. Я им даю водички, наливаю холодную воду и даю им еду. А ты их всех любишь одинаково или нет? Всех одинаково. Гармонично получается, потому что люди сами настроены на это. У них есть жажда общения с животными. Поэтому это, я говорю, что это, конечно, уникальный случай, но таких семей много, они очень любят животных. И они являются примером для других отношения к животным и существования человека и животного. Поэтому я хочу вот предложить просто их поблагодарить за это. Сегодня у нас в гостях еще один замечательный хозяин вместе со своим питомцем, Катя и Кеша. Мы до программы успели познакомиться. Есть такое высказывание философа Диогена, который говорил, что люди, которые содержат животных, должны понимать, что прежде всего они сами служат им. Вы согласны с этим? Нет, я не соглашусь с этим, потому что это в первую очередь это друг, а не просто какой-то питомец. Когда он появился у вас, Кеша? Он появился 9 лет назад, мне подарил его муж на день рождения. А в семье у нас всегда были животные. То есть у вас было желание завести животное и просто его исполнить? Ну, как-то это само собой разумеющееся, потому что с самого детства у меня всегда были родители, у всех всегда были животные. А были какие-то проблемы, когда приходилось у вас питомцем? Ну, проблем нету, потому что это в первую очередь мой друг, а не просто какое-то там животное. Ну, а так небольшие проблемы, когда маленькие, это приручать к туалету. Просто нужно терпение, и все. А с возрастом появляются проблемы со здоровьем, ну, это, наверное, как и у каждого человека. Таких проблем нет, серьезных. Ну, вот и сейчас с какими-то трудностями как вы справляетесь? У нас нет трудностей. Ну, для чего нужно заводить животных? Меня зовут Роман. Животные, животных стоит заводить, поскольку, вот как сказали, это друг и прекрасные средства от одиночества. Они компенсируют недостаток любви, причем не только любви по отношению к человеку, но и любви, которую человек может дать живому существу. Спасибо. Еще есть мнение о том, для чего нужно заводить животных домашних? Меня зовут Елизавета. У меня всегда в семье были домашние животные, достаточно в таком большом количестве. На данный момент у меня пять кошек, у меня три собаки, они все разных пород, они прекрасно все между собой взаимодействуют. Я могу сказать, что животное, оно всегда поднимает настроение, даже элементарно. На него посмотришь, погладишь его как-то. Ну, животное — это хорошо. Животное создаёт какую-то гармоничную такую основу. А могут быть такие случаи, вот мы все единогласны, наверное, в том мнении, что животное — да, это хорошо. А могут ли быть такие случаи, когда это плохо, когда не нужно заводить, когда категорически противопоказано? Есть, может быть, мнения какие-то? Я думаю, не стоит заводить лишь только тогда, когда есть медицинские противопоказания. Как мы видим, у наших сегодняшних гостей не было проблем с тем, как установить контакт со своим домашним питомцем. Но все же, если так случается, как быть? Прошу комментарий психолога на эту тему. Контакты устанавливаются, и контакты не устанавливаются. Нужно всегда... Мы уже говорили о том, что мы, устанавливая контакт с животным, должны ориентироваться на него прежде всего, и не нарушать его психологическую территорию. О чём это говорит? Нужно всегда быть очень терпеливым и приблизиться к животному тогда, когда он подаст сигнал для этого. Он может сам подать сигнал, подойти. И, конечно, человеку нужно быть очень терпеливым и очень эмпатичным, я бы так сказала. Не проявлять к животному агрессии, резких движений, не проявлять к животному грубых слов. Потому что многие думают, что животное не понимает человеческой речи, и поэтому можно говорить всё, что угодно. Но животное понимает интонацию речи, понимает эмоциональное состояние человека. И поэтому, подходя к животному, нужно обязательно уравновеситься, я так думаю. И, конечно, животное очень любит лакомство, и, конечно, животное очень благодарно, когда человек спокойно угощает его, гладит его, проявляет к нему заботу, внимание, ласку. Приучать нужно потихонечку, приближаясь к животному, и оно ответит взаимностью. Помните, как маленьком принца, когда на шаг ближе к лисе подходил маленьком принца? Я обязательно не стала повторяться, что ты можешь меня приучить, говорил лис маленькому принцу, но только должен это делать постепенно. Я буду сначала приходить к тебе и сидеть, а ты будешь привыкать к этому. А потом ты будешь мне говорить хорошие слова, и я буду привыкать любить себя. И мы уже привыкнем до друга, что не сможем быть друг без друга. Но я, может быть, не очень точно сказала, но приблизительно к этому тексту. Поэтому к животному нужно приближаться тоже очень трепетно, если действительно это важно для нас, наш контакт важен для нас, очень трепетно, спокойно, терпеливо. И животное всегда ответит взаимностью, если мы действительно на него распространяем свое чувство. Да, я думаю, еще раз наша гостья подтвердила, примерно, со своим питомцем, что можно... Да, 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 любое животное, оно ответит взаимностью, правда? Арина, вы разделяете ту точку зрения? Всегда ли с каждым животным можно установить контакт? Ну, на своем опыте я могу сказать, что это действительно так, и действовать нужно в первую очередь лаской, именно через ласку, потому что как представитель волонтерской организации, да, мы помогаем бездомным животным, которые уже бывали в каких-то трудных ситуациях, и многие из них перестают верить людям, через ласку мы добиваемся того, что запуганные собаки, дикие кошки, они снова становятся... Сколько терпения нужно для этого. ...ласковыми, домашними, просто комочками. Мы продолжаем снимать печати тайн с такого вопроса, как выбор домашнего питомца. И сейчас наш эксперт затронула очень важную и сложную тему. Это работа с теми животными, которых подобрали на улице, которые пострадали из-за некорректного, неправильного поведения человека. Арина, как правильно себя вести, подобрав животное? Что дальше делать? В первую очередь, если ты берешь животное с улицы, необходимо показать его ветеринарному врачу, так как животные, оказавшиеся на улице, могут являться переносчиками различных заболеваний. Это не только паразиты, это также и кожные заболевания, и вирусные заболевания. Если после похода к ветеринарному врачу уже, соответственно, если врач постановил, что животное здорово, все хорошо, то можно уже нести домой и в зависимости от состояния самого животного уже как-то действовать дальше. Когда животное заводят для ребенка, как здесь быть родителем, как подготовить ребенка к тому, что теперь он уже сам становится чуточку более взрослым и должен заботиться о своей кошке или собаке? Родителям всегда нужно быть рядом со своим ребенком, который ухаживает за животным, и всегда демонстрировать, что они с ним рядом, они его поддерживают. Это самое важное. Да, они его поддерживают. Но если он и контролирует, если он вдруг начинает забывать о своем питомце, они ему об этом напоминают, но если они видят, что ребенок пока не в состоянии это сделать, он может быть устать, у него может быть плохое настроение тоже, у него может быть какое-то дело, когда он должен оставить своего питомца и куда-то, или он может просто уехать куда-то, ребенок, в лагерь или куда-то уйти в кино, но в этот момент родители должны говорить, да, мы рядом, мы обязательно, это наш общий питомец, то есть не разделять, это только твой или это мой, и шантажировать. Но он действительно становится членом семьи настоящий питомец. Конечно, он член семьи, конечно. И, к сожалению, часто случается так, что они от нас уходят. Конечно, их век не так долг, как наш животных. Как здесь быть, особенно если ребенок ощутил эту потерю, можно ли как-то это сгладить, этот печальный момент? Хочу сказать, простите, Кристина, я прямо начала говорить, потому что это очень важно, что я хочу сказать. Мы тоже пережили этот опыт, и мы потеряли животное, это было очень трудно, и для взрослых очень трудно. Но вы знаете, решение нашлось, я хочу сказать, решение нашлось само собой. Во-первых, нужно переключаться, нельзя, это очень тяжело терять, особенно дети тяжело переживают, но нельзя позволять детям долго находиться в состоянии угнетенном. Да, и говорить детям, что это был мой единственный, единственное животное на свете, и я сталкивалась с этим как психолог. Я никогда больше не куплю другого котика или другую собачку, потому что это единственная собачка в моей жизни. Это в корне неправильно. Нужно ребенка переключать на что-то другое, нужно объяснять, что все в мире бренно, что у каждого есть свой конец, и что у животного тоже есть свой срок жизни, и нужно это очень делать правильно и умно. Но я хотела бы еще подсказать, если есть возможность, то нужно заменить, купить животное следующее. Вот как, может быть, это не очень... Этого не хочется делать. Вот знаете, я хочу сказать, что когда мы потеряли животное, на следующий день позвонил мне мой сын и сказал, мама, не будет ли цинична, если мы снова купим кота? Я сказала, конечно, нет. И я хочу сказать, что вот этот кот, который сейчас живет с нами, котик, который живет с нами, он очень много дал нам. Он научил нас любить друг друга, он внес в дом атмосферу тепла, хотя мы всегда думали, что у нас очень хорошая, добрая семья, но он столько внес нам добра, столько так научил относиться к животным, как к себе подобным. Просто он другой, он не может говорить, как мы, он не может выглядеть, как мы, но он так же чувствует, он так же понимает, он живет своей жизнью, у него есть своя жизнь, поэтому мы очень уважаем его пространство. Я говорю, что он сделал нас гораздо лучше, чем мы были до этого. Очень важное замечание о том, что у животных действительно есть душа. У меня дома живет кот, который со мной уже несколько лет, и я действительно его уважаю как настоящую полноценную личность, у которого есть свои чувства, свой твердый и непоколебимый характер. И чаще всего мне кажется, что он даже мудрее меня. Мы продолжаем говорить о домашних питомцах, и хочется вернуться к одному из аспектов этого вопроса, который мы уже затронули, это брошенные животные. Часто родители, когда покупают питомца экзотического иногда для своих детей, сталкиваются с такой проблемой, что его нужно куда-то деть, когда он не подошел как раз в то, о чем мы говорили. Арина, вы как представитель инициативной группы по защите животных часто сталкиваетесь с такими примерами? Да, мы, к сожалению, очень часто сталкиваемся с брошенными животными. Могу сразу сказать, что 70% животных на улице – это животные, которые когда-то жили в домах, и их потомки. Здесь, наверное, вопрос уже ответственности в первую очередь, потому что как поступают родители, так потом будут поступать и их дети. И нужно на собственном примере показывать, как нужно относиться к животным, потому что лично для меня отношение к животным, оно очень показательно, оно показывает, как ты относишься и к людям. А что думает наша аудитория? Должен ли человек нести такое глубокое чувство ответственности в себе за питомцев, не только за своих, а вообще в целом за животных? Вот в моей семье пять кошек, и мы их всех подобрали. То есть я хотела бы всех призвать к тому, чтобы домашние животные не оставались одни и не были брошены, то есть не оставались без хозяев. Спасибо. Я бы хотела еще дополнить комментарии Елизаветы. Многие люди просто не заводят животных, потому что как раз боятся этой ответственности. И для них существует такое понятие, как передержка. Можно взять животное на время буквально, на неделю, на две. Можно забрать его с улицы, выходить, подлечить и оценить свои силы. Почувствовать на себе, сможешь ли ты содержать это животное дальше или нет. Если ты чувствуешь, что это не твое, что ты не можешь, можно найти ему новый дом. Более подходящего хозяина. То есть и себе хорошо, и животному. Абсолютно правильная мысль. Спасибо. В завершение нашего разговора о выборе домашнего питомца я попрошу наших экспертов сформулировать кратко три основных правила гармоничного союза человека и животного. Ну, я скажу, это ответственность, любовь и сострадание. Но мне хотелось бы перефразировать слова Конфуция. Относись с животным так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. Спасибо. И Арина? Ну, я соглашусь с нашим экспертом. Ответственность – это главная составляющая. Ласка и любовь. Спасибо. Итак, с помощью наших экспертов и гостей мы сегодня снимали печати тайн с такого вопроса, как выбор домашнего питомца. Мы выяснили, что прежде чем заводить себе животное, человек должен четко ответить себе на вопрос «Зачем?». И если в этом есть хоть капля какого-то эгоистического порыва, то, наверное, стоит не мучить ни себя, ни животное. У каждого питомца есть душа, так же, как и у человека. Поэтому не стоит забывать, что не бывает плохих или злых животных. Их такими может сделать только сам человек. Поэтому, стоя перед выбором, выбрать домашнее животное, какое и нужно ли вообще, не забывайте о том, что вы ответственны за его дальнейшую судьбу. И еще. Даже заводя животное для своего ребенка, вы должны знать, что именно на своем примере нужно показать, как чувствовать ответственность за него и как любить его. Всегда помните, что мы в ответе за тех, кого приручили. Любите своих животных, заботьтесь о них и живите в гармонии. И помните, как говорили мудрые, Бог создал животных для того, чтобы отогревать наши холодные сердца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова